Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы приготовим казан-кебаб. Кебаб у нас сегодня будет изнутри. Вот такая вот у нас внутри. Я ее заранее порубил, разделил на куски. Вот лапки, порционные кусочки, позвоночная часть, переходящая в желудочную и так далее. Ребрная часть, спинная часть. Мясо свеженькое. Прежде чем мы присутствуем к приготовлению, мы должны очистить картофель, подготовить, залить его водой обязательно. И лук соответственно. Почему? Потому что если картошка у вас будет лежать долгое время без воды, она потемнеет. Нам это не нужно. Перед тем, как мы ее будем обжаривать, ее нужно будет протереть сухими бумажными полотенцами. Прежде чем мы присутствуем к приготовлению, возьмем лимон, проделаем вот такие вот движения. Надрезаем цедру лимона, шкурку лимона, чтобы от нее максимально пошел запах. Не до мякоти надрезаем. Запах обалденный. Теперь покатали. И надрезаем не до конца на четыре части. Вот такой лимон у нас должен получиться. Этот лимон нам еще пригодится. Итак, второй берем. Отрезали, надрезаем. Итак, первое, отправляем масло. Когда мы обжариваем что-то в казане, и очень резко нам нужно запечатать, масло у нас должно быть накалено до предела. Это очень важный момент. Значит, дрова у вас на казан должны быть мелко наколотые. Чем мельче дрова, тем они лучше горят. Казан греет пламя, а не угли. Первое, обжариваем перец. Наша задача по максимуму ароматизировать масло и дать ему немножко остринки. Все, убираем. Перец обжарили, убираем. Следующий отправляем. Надрезанный лимон, два штуки. Цедра нам даст аромат, а лимонный сок даст немножко кислинку, то, что нужно. Все, обжарили лимон и убираем. Следующий отправляем, обжариваем картофель. Далее. Продолжение следует... достали первую партию сразу сразу берем соль перец кориандр молотый паприка вторая партия соль перец кориандр паприка после того как жарили картофель ничего страшно пусть остывает потом его ворота будем закладывать следующие обжариваем саму непосредственно хорошо до хрустящей корочки до золотистой корочки достали первую партию соль черный молотый перец свежий кориандр паприка следующую партию отправляем если процессе приготовления вас чуть-чуть прибирает казан там где попало масло прям процессе жарки не взяли салфетку когда он так сильно гореть у вас не будет так 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 Ух, ножки мясистые какие. Гляньте, какое упругое, мясо просто бомба. Итак, мясо готово. Уже со специями. Перед закладкой подрежем чесночок. Крупненько нарезаем слайсиками. Итак, все, приступаем к закладке. На дне оставляем где-то 1 третью стакана масла. Еще долил я стаканчик водички. Казан горячковатый, поэтому начинаем выкладывать картофель. На низ я ложу крупные куски. Казан у меня практически не останавливается в рабочем режиме. Итак, крупные на низ я ложу. Выложил слой. Посыпал чуть-чуть чесноком. Дальше продолжаем. Выложил слой чесноком. И накрываем все это дело крышкой. И томим минут 50 час. Для нутрии свинина где-то час-час десять. Говядина час-десять до полутора часов. И баранина около час-двадцать, час-тридцать. И не открываем. Ждем, пока мясо томится на мелком огне. И будет то, что нужно. Пока мясо томится нутрия, подрубим мелко чеснок. Подрежем петрушки достаточно хорошо. Перемешаем с чесноком. И сюда же подрежем свежий лук. Дело в том, что когда мы выложим на горячее мясо, зелень с чесноком, она распарится, даст аромат. И вместе с луком будет то, что нужно. Перемешали чеснок, лук и зелень. Итак, мясо подходит уже к концу. Осталось 5 минут. Вот что у нас внутри. Запеклось тверденько, нежно. Запах стоит просто бомба. По углям у нас в конце по огню вот что получилось. Все. Бочка выгорела полностью. Остатки, дрова были рассчитаны идеально. Немаловажный момент. Открыли, поддувало. Только зашипело, вроде начало шкварчать. Прикрыли. Минутом 5, 7, 10 до 15 томим. Опять приоткрыли, зашкварчало и так далее. Томим, припустили, приподняли пламя. Припустили, приподняли. Тем самым у вас будет долго-долго оно томиться. Потому что если вы все перекроете, оно просто у вас начнет остывать и будет не томиться, а просто остынет и не приготовится полноценно. Внутри играет, упругая. Итак, выложили слой. Берем зелень с чесноком и луком. Обязательно посыпаем. Обязательно. Обязательно. Финальный штрих. Итак, вот что у нас получилось с нашим сыном. Вот такое вот блюдо. Картошечка пропеклась идеально. Мясо готово. Всем приятного аппетита. Ставьте пальцы вверх. А теперь продегустируем то, что у нас получилось. Возьмем ножку. Внутри пропеклась идеально. Мясо белое. Картошечка разваливается, мягенькая. Дадим попробовать младшему поколению, что у нас получилось. Когда вы приготовили блюдо, в конце накрываем все это лавашом и несем на стол. Пока вы донесете, чеснок с луком подпарится и будет то, что нужно. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!